Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. Добрый день, за товарища отдельное спасибо. Все мы, кто родом из СССР, очень даже нежно относимся к таким названиям. Да, согласна. Я тоже родом из СССР и не скрываю своего возраста. Но сегодняшняя тема нашего заседания – это память. Вообще штука такая, как я выяснила, неразрывно связанная со всем, с умениями, навыками. И меня, честно говоря, это даже удивило. Наверное, просто не задумывалось об этом. Вот готовить сначала к программе. Да, всеобъемлющая такая функция, которая пронизывает, ну, действительно, почти всё, что мы делаем. И знаете, до меня дошло, что я ни разу у вас не спросила, а что такое мозг? Вот то есть, ну, орган и орган. А есть какое-то, вот как вы ответите, шо це мозг, значит? Ну, обычно я говорю так, ну, это где-то полтора килограмма такой желеобразной массы, которая аккуратно помещена в нашу черепную коробку. Вот, и она делает очень сложные штуки. И если ковырнуть поглубже, то там где-то 90 миллиардов нервных клеток, вот, каждый из которых такой небольшой себе компьютер. И такой компьютер, он соединён ещё где-то, ну, опять же, извините за цифры, пятью тысячами связей с другими компьютерами. И вот вся эта адская сеть, её называют нейросетью, да, она запоминает, принимает решения, она отказывается, что-то хочет, да, она там видит, она там, не знаю, нюхает, двигается. И наше сознание в этой адской сети, вот то, что мы так любим, да, это, о, это мы, это я. Это такой, знаете, как маленький пользователь в огромном компьютерном центре. То есть мозг нами управляет? Не, ну как, мозг отдельно, а мы в нём вот бродим так, да, и пытаемся на какие-то функции влиять. Вот представьте себе, да, вот в зал вошли вы, да, и там работает, скажем, словно тысяча компьютеров. Вы подходите и видите, о, так себе нормально компьютер, да, то есть клавиатура, мышка, дисплей, вы видите, что происходит и можете поуправлять, ну, скажем, двигать рукой или там слова говорить. А бывает, вы подходите к компьютеру и видите, что он работает, и на дисплее там всё идёт, а мышки нету и клавиатуры нет. Ну, например, наши эмоции, да, или тем более там наши какие-нибудь потребности или ещё чего-нибудь. Понимаете? А есть ещё такие места у нас в мозге, когда вот вы подходите, видите, и стоит чёрный ящик, и что это делает? А вы даже не знаете. Но это же психологу или психиатру? Нет, это совершенно нормальная раскладка. Это так функции у нас в мозге разделили. То есть вам, учёным, легко живётся в смысле о том, что мы — это мозг, а не мозг — это мы. Вернее, нет, мозг — это мы. Ну, мне кажется, это вот, ну, вот это, как это, говорим Ленин, подразумеваем партию, и обратно это работает в обе стороны. Мы — это мозг, мозг — это мы. Не надо, тут не нужно проводить границу. Не заморачивайтесь, да? Конечно, ну, что мы в словах-то вязнем? Хорошо. Вот та же самая память, например, это такая функция, где местами мы вроде можем управлять, а местами не можем. То есть какие-то её аспекты, и это не зависит от нашей воли. Я начну с вопроса, какие эксперименты проводились в ходе исследования памяти? То есть, ну, самые такие яркие, запоминающиеся, на ваше усмотрение, что слушатели? Да, самые яркие, запоминающиеся, это Иван Петрович Павлов и его собаки, конечно. Конечно, потому что на самом деле, ну, вот я обычно, когда студентам рассказываю, я в параллель привожу генетику и условные рефлексы. Когда-то ещё в XIX веке, да, Грегор Мендель, такой чудесный маравский учёный, он открыл свои законы эти самые. Все знали, что дети похожи на родителей. А как это изучать? Как? Он придумал метод, да, он взял, упростил максимально ситуацию, и вместо вот всех этих сложностей анализировал, если помните, цветки гороха, да, вернее, даже семена, да, их там цвет. Он же монахом был, да, вроде бы? Ну, вообще он был настоятелем монастыря. Вообще, у него интересная биография, это отдельная история, это называется «Вышли мы все из народа» и стали в итоге великими учёными. Ну вот, так вот, он придумал, как изучать сложнейший процесс, максимально его упростив, увидел общую логику, а дальше уже на этой логике можно наращивать какие-то наши более тонкие понимания. Вот Павлов сделал примерно то же самое, ну, лет на 40 после Менделя. То есть все знают, что мозг учится. Ну, не знаю, там есть ещё древнегреческие философы, да, вот один из них там, по-моему, Аноксимандр, боюсь ошибиться, да, сидел под своим древнегреческим портиком и смотрел, как ласточки лепят гнёздышки. И заметил, что вот молодые ласточки, совсем молодые, они лепят гнёздышки, но кривенькие. Но лепят уже. Да, но лепят. А опытные, а опытные, уже классные гнёздышки лепят. И он что заключил? Есть врождённые знания, а потом на это надо ещё обучение, и тогда получится классно. То есть с античных времён про память стали говорить, а как её изучать, было непонятно. Помните фильм «Формула любви», да, когда там броневой говорит, что голова штука тёмная, исследованию не подлежит. Вот примерно так и считали. И вот Павлов, когда начинал работать, он начал с врождённых знаний, типа, в принципе, умеем гнёздышки лепить, только он не гнёздышки изучал, а работу пищеварительной системы. А потом заметил, что собаки-то, его любимые, капают слюной не только в ответ на еду, а на голос лаборанта, на звон миски, на, не знаю, комнату экспериментальную. Он назвал это психическое слюноотделение, и он понял, что вот она память. И осталось только придумать метод, как это изучать, что называется, в лабораторных условиях. И вот этот его метод условных рефлексов на самом деле величайшее открытие, потому что он показал всем, что вот если будешь делать то-то, 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 собачий мозг обязательно вот это вот запомнит, ну, скажем, там, связь, там, не знаю, лампочки и слюноотделение. Вот. И дальше это можно изучать. С какой скоростью, в каких условиях, как улучшить процесс, как ухудшить, почему у разных собак разная память. Если в отпуск ушел, то что случилось с памятью и так далее. У него даже такая есть работа. Влияние летнего отпуска на сохранение условных рефлексов у собак. Прекрасная работа. Да, он там, значит, он к тому времени уже открыл, что бывают собаки там флегматики, холерики, да, и он сказал, что мы два месяца отдыхали, пришли, собака флегматик, как будто вчера работала, да, нормально, не было перерыва. Вот. Собака холерик сначала нас облаяла, а потом тоже стала работать. То есть температуру саблала. Собака меланхолик, да, она опять же погрустила и включилась, а сангвиник ужасно нас радовался, облизал всех с ног до головы, немножко потупил и заработал. Но вот удивительно, в школе ведь мы проходим условные рефлексы Павлова совершенно не в области, касающейся памяти. Мы проходим, когда изучаем действительно рефлексы. Так, это как раз первая часть научной жизни Ивана Петровича. Он ведь прожил почти 90 лет, и первые, собственно, половину своей карьеры он занимался врожденными программами. Это был конец 19 века, вот, и он изучал, как там управление идет, глотанием, слюноотделением. В тот момент и были совершенно пионерские работы, и ему именно за это дали Нобелевскую премию. Нобель дал. Круто. Ну, я недавно тут в Питере был, кстати, выступал в зале в Павловском, да, в Институте физиологии, оппонировал одну прекрасную диссертацию. Питерцы рассказывают, что Нобель и Павлов были, собственно, знакомы, да, и, ну, вроде как, вот, типа, гуляя по стрелке Васильевского острова, Нобель спросил, Иван, хочешь первую Нобелевскую премию прям тебе дать? А его он взял и не отказался? Нет, да, он сказал, нет, первая неловко, давайте третья будет, да, и вот, и в тот момент, когда он получал свою Нобелевскую премию, а как это, вот, знаете, как в Оскаре, да, получаешь премию и речь говоришь. Вот он сказал, что все эти врожденные рефлексы, это классно, но вот это психическое слюноотделение, нам кажется, гораздо более интересной штукой, потому что это подход к памяти, к обучению. И дальше будем с этим заниматься. И вот дальше Павлу уже 60 лет, и он дальше почти 30 лет развивает именно это направление, несмотря, там, на гражданскую революцию, гражданскую войну, да, там, сталинский этот самый террор, там, и все такое, он сумел сохранить свою лабораторию, никого никуда там не отправили, не посадили, построили академгородок в Колтушах, который до сих пор существует. И с настоящей, вот, современной точки зрения, то, что он сделал уже потом, вот, после Нобелевской премии, гораздо важнее, да, чем... То есть по-хорошему ему бы еще одну Нобелевскую премию дать, но не дали, не те времена были. Да, хорошая история. Если бы не простудился на лыжной прогулке, может, еще бы лет 5-10 проработал. Зато кто не знает Павлова? Его действительно знает и старый млад, я уже надеюсь, млад не забудет, потому что мы все в школе знали, даже те, кто не особенно любит... Ну, даже вот эти собачьи анекдоты, они, конечно, дают запоминания, потому что создают эмоцию. Но, между прочим, как Павлов о своих собаках-то заботился? Какие он письма писал красным комиссарам, чтобы они выделяли в голодном Петербурге еду для собак? Потому что этот виварий, он был очень важен, потому что там собаки некоторые по 10-15 лет были в работе, они были практически уже доктора наук, и что же теперь собачку без еды оставить? Друзья мои, с Павлова начнем мы следующий блок передачи данных, так что не отключайтесь, тем более разговор уже обещает быть очень интересным. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин у нас в студии. Сегодня мы говорим о памяти в неразрывной связи с человеческим мозгом. Я думаю, не надо уточнить головным, да? Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслава Дубынина у нас в студии. Вячеслав Альберыч, смотрите, звонит колокольчик, потом возникает еда, собака эту еду ест, а после нескольких повторов звук колокольчика начинает вызывать слюноотделение. Это то, на чем мы, собственно, закончили предыдущую часть на условном рефлексе Павлова. Появляется реакция, которая раньше была направлена на еду, а сейчас она направлена на запуск этой реакции. То есть образовалась такая новая... Не-не-не-не, реакция все та же самая. Запускающий стимул стал другим. Вот. То есть, ну, получается, что вот звонок, как писал Иван Петрович, был исходно незначимым стимулом, или там лампочка, да? И дальше он стал по ходу обучения значимым. И он каким-то волшебным образом привязался к центрам слюноотделения. Возникло то, что Павлов называл условная связь. А мы сейчас в 21 веке это называем новый канал для передачи информации. Передача информации, почти как передача данных. Да, конечно, да. И, соответственно, следующий вопрос, который возникает, а в каком месте мозга это случается? Иван Петрович очень так серьезно подозревал, а мы сейчас точно в курсе, что это наша кора больших полушарий. Вот она во многом возникает в ходе эволюции для того, чтобы вот эти новые каналы появлялись. Для того, чтобы в дополнении к каким-то врожденным знаниям появлялись знания приобретенные. Почему это так важно? Потому что мир очень разнообразен. И на врожденном уровне все не запомнишь. Особенно, если собираешься жить долго и счастливо. То есть понятно, что если ты, там, не знаю, муха, которая живет две недели, спарилась, отложила яйца, умерла, тогда, в общем, хватает врожденных знаний, хотя и там есть свои виды обучения. Есть, есть. То есть у мухи тоже кора есть? Нет, ну, у них совсем другой мозг. Насекомые, они же как инопланетяне, у них совсем все другое, да, то есть базовые, в принципе, те же, а мозг сконфигурирован, ну, совсем. Потому что, не знаю, IBM и, там, не знаю, Apple, да? Хорошо. Вопрос снимает, зато уходим, уходим. Мы теряем тему. Ну вот, нет, я, собственно, к чему. Врожденно мы знаем чего-то, но мир настолько разнообразен, что важно к этому добавлять знания, которые ассоциируются с некой ситуацией. Ага, вот этот стимул появился, а потом кормили. Вот этот стимул появился, а потом, не знаю, стало больно. Ну и так далее. Да, дотронулся до чайника, он горячий, значит, не надо больше. Да, вот, оказывается, до этой круглой красной штуки лучше не дотрагиваться. Да, а может, вообще до всех красных штук не дотрагиваться? Я к чему вообще это введу? Ну, мы можем это переложить на человека? Можно ли довести человека вот до состояния или... До состояния обучения, что ли? Вот подобного рода условностей. Или мозг всё-таки помешает. Ну, допустим, звонит колокольчик, и мышцы начинают сами сокращаться, и такая зарядка без нашего физического участия. Да, ну это надо сознание очень сильно отключать. Но на самом деле ученики Павлова, уже после того, как Иван Петрович, так сказать, отошёл в лучший мир, вот, на мелких детях, на двух-трёх-четырёхлетних детях повторили все его эксперименты. Да вы что? Да, и даже были придуманы... Да я думаю, что на собственных. Физиологи, они вот люди такие простые. Да ладно вам, нормально совершенно. То есть была придумана такая специальная присосочка слюнособирательная. То есть не нужно там что-то там выводить, проток слюной железы на поверхность щеки, чтобы там это... А была такая придумана присосочка, да, и детям говорили, например... Нет, сначала, да, кормили там чем-то вкусненьким, потом включали лампочку, и таки выработался условный рефлекс. А потом был такой совсем вот крутой эксперимент, когда внезапно сказали слово «лампочка». И бац, и слюна закапала. Да вы что? То есть на самом деле, да, вот были... Ну, конечно, интуитивно-то мы все это понимаем, да, но это вот доказать в научном эксперименте... Ну, кстати, это то, что Павлов назвал «вторая сигнальная система», если помните. То есть он, опять же, еще когда работал, да, совершенно четко сказал, что очень многие процессы в мозге человека идут, естественно, по похожим принципам, особенно когда базовые процессы, типа там формирование памяти. Но у человека они помимо стимулов реальных, они еще очень сильно учитывают речевые стимулы. И смотрите, какие он придумал слова. Значит, вот тот сигнал, который стимул, который врожден, наш мозг знает, скажем, вкус еды, он назвал безусловным стимулом, врожденно-значимым, да, вот. А вот, например, лампочка, он назвал сигнал будущего подкрепления, сигнал условный стимул, вот, сигнал первого порядка. А вот слово «лампочка» он назвал сигнал сигнала. Знаете, вот это красиво было, да, там «Песнь песней», да, там «Сказка». Да, я понимаю, а лимон – это получается безусловно, да? Когда я думаю про лимон, у меня отделение слюны. Вот смотрите, когда кислый вкус – это безусловно. Когда вам в детстве дали лимон, и вы запомнили, как он выглядит, пахнет, да, как он на ощупь, это будет условный рефлекс реальный, да, в первой сигнальной системе, как писал Иван Петрович. А если вы запомнили слово «лимон», слово «лимон», то это, конечно, уже вторая сигнальная система. Да, это вот. И у нас в мозге вот эти информационные каналы формируются, и наша жизнь, она во многом состоит из формирования этих каналов и обязательно выход в речевые центры. Потому что в итоге, благодаря формированию вот этих речевых центров, у нас в мозге возникает как бы такой слепок информационный окружающего мира. А вот смотрите, какая штука получается. Говорят, называют. И мы этим местом думаем. Вот, вы сказали слово «в младенчестве». Тогда у нас оно сформировалось, и мы это уже несем и во взрослую жизнь, и на это наращиваем опыт. А почему тогда мы не помним себя в младенчестве? Ну или вообще свое младенчество не помним? Это же тоже опыт некий. И кто помнит себя? Вот это как ученые объясняют. Ну, во-первых, мне известны люди, которые помнят себя даже иногда в полгодика. Вот лично просто знаю. Какие-то флэшбэки, я полагаю. Да, но тем не менее. Ну, считается, что наш мозг, он же все-таки довольно сильно меняется, растет, там контакты переформатируются. Если вы какую-то информацию повторно не используете, не возобновляете, она начинает затираться. На самом деле, то, что вы сказали, касается не только младенчества. Попробуйте вспомнить, что с вами было там в этот день 7 лет назад. Это поразительная история. Я думала, у меня хорошая память. А потом, когда действительно не в первый просто раз разговор уже про память складывается, когда мы начали анализировать, я поняла, что я не помню очень многих вещей. Это же прекрасное, замечательное свойство памяти. Я даже не жаловалась. Понимаете, самое главное, что меня поразило. Вот, казалось бы, первое свидание в голове женском мозге, оно откладывает, ну, сильнейший эмоциональный такой, да, след оставляет. А в мужском тоже, между прочим. Безусловно. Ну, смотрите, я провела эксперимент. Я поговорила с этим уже мужчиной, да, с которым это было, наше с ним первое свидание. И удивительно, поразительно, я говорила, ну, вот объяснила, что мне нужно это с точки зрения экспериментальной, чтобы всё было чётко-чётко, все самые детали, которые можно вспомнить. Какие детали зацепились? Мы помним с ним абсолютно два разных свидания. Вот представьте себе, это было наше общее. Прекрасный пример, да. Как это? Я до сих пор через всю жизнь проношу этот шок, что он помнит одно, а я другое совершила. А это было одно и то же событие. Ну, во-первых, вы смотрели на мир с разных точек зрения, и вы, может быть, смотрели ему в глаза, а он смотрел в ваши декольте, да, и это как бы уже совершенно разный фон. Хорошо, я боялась. А во-вторых, на самом деле, то, что с нами происходит, с нашей памятью, да, похоже на многократное переписывание какого-то манускрипта. И вот оно переписывается, переписывается, причём переписывается ещё такими как бы ленивыми писарями. То есть что-то у нас тут целых 100 страниц. Так мы это перепишем и оставим 20. А ещё там через 5 лет, да, что, целых 20 страниц, да, оставим 4. Вот, а потом приходит один ещё лет через 5 и говорит, да вообще какая-то фигня, вот тут одного предложения хватит его. Было свидание. Подлость какая, да? Да нет, нормально, потому что у нас ёмкость нашей вот такой вот рабочей памяти, она не так велика. Это у нас оперативно или рабочее? Что такое рабочее? Ну, то, что легко извлекается, то, что довольно легко вытаскивается, когда вам не нужно сидеть и мучительно вытягивать ассоциации. То есть на самом деле, если бы вы с вашим, как это, бывшим, сели и как следует стали вспоминать ситуацию, я думаю, что вы бы нашли много всё-таки общих мест. Но это надо было помедитировать несколько часов, а лучше несколько дней. Это бы добро не кончилось, поэтому мы не рискнули. Да, да, есть свои опасности. Это надо было, не знаю, может быть, вернуться в то же место, может быть, одеть ту же одежду, может быть, съесть ту же еду. И вот тогда за эти ниточки, да, вот такие вот, вот такие, ну, это вот как лес, в котором тропинки почти заросли. Но намёки вы видите. Я поняла. Если вам очень нужно, вы можете нащупать их. Вот меня всегда, на самом деле, в этой ситуации тоже поражало, как, например, писатели, когда пишут о своём детстве, начинают вытягивать эти детали. А дальше, когда вот уже общаешься с людьми, они говорят, что ты попробуй сам, ты вспоминай, как следует, как следует. То есть, на самом деле, этих не заросших до конца тропинок очень много. Но нужно потратить на это силу. Вот так вдруг вот эта рабочая память, вы мало деталей вытащите, а так вот пошло-пошло. А если есть материальная основа, вот тот же самый ребёнок, сейчас вот растёт и у вас, и у меня, да. Мы делаем сейчас, например, очень много фотографий. Вот ребёнок дальше будет эти фотографии смотреть, и его детская память будет возобновляться. Да, это крючочки, это крючочки, я согласна. Крючочки, ориентирчики, да, да, да. Да, да, другое дело, что мы за жизнь-то сделаем миллионы фотографий, и что, мы будем целыми днями это просматривать? Я иногда смотрю Вячеслав Альберчевны фотографии и не понимаю, кто на них рядом со мной. Значит, сделали слишком большую паузу. Вы представляете, в каких-то немыслимых условиях... Ну, понимаете, в клинике известна очень, на самом деле, тяжёлая патология, когда люди помнят всё. Вот сейчас об этом поговорим, да. И вот это очень такая судьба непростая. Буквально на мгновение, чтобы напомнить нашим слушателям про память. Мы сегодня говорим. Дубынин Вячеслав Альберчев, мы с вами остановились. Я для вас и для слушателей. Думаю, у вас-то память пока так не хромает, чтобы забыть. Это оперативная, она обычно не хромает. Да. Вот, остановились на том, что и помнить всё, это не самое лучшее качество человека, что, мол, тяжко с этим. Объясните, почему? Мне казалось, это так здорово, когда память феноменальная, как говорится. Ну, вот представьте себе, что вы помните, например, завтрак, который у вас был, не знаю, 15 лет назад, так же, как какое-нибудь, не знаю, совещание вчера. Вот. То есть мозг на самом деле теряется в этих деталях. Это всё равно, что вот у вас квартира, где всё лежит тонким или даже не очень тонким слоем, и тут вам нужно найти, не знаю, нужную губную помаду или конспект какой-нибудь, да, или ваш мобильный телефон. Где главное, где второстепенное. То есть на самом деле то, что наша память, как бы и вот эти тропинки зарастают, как в лесу, это очень здорово, потому что в итоге остаются только те тропинки, по которым мы часто ходим. И это позволяет, ну, сделать наше представление о мире более-менее обозримым. Иначе мы не знаем, по какой тропинке идти, мы не видим, где главное, где не главное. Понятно. А вот как-то с этим, о чём вы только что сказали, связано дежавю? Когда мы либо заросшие тропинкой, нам кажется, она знакома, либо наоборот помним лишнее, и мозг подсовывает, мол, ага, это тот самый файл. Вот, может быть, как-то так? Ну, обычно так мы рассказываем, что мы, когда запоминаем нечто, да, мы запоминаем это по некоторым признакам. Ну, там, условно, да, мы запомнили человека. И представляем его фигуру, лицо, обычную одежду, там, походку. И дальше вы видите издалее, ага, вот вроде идёт мой знакомый Вася. Подходит, а это не Вася, да, и вообще там, скажем, не мужчина, а женщина. Вот что это произошло? Это Вася операцию сделал, видимо, в осьмине пола. Ну, может, конечно, и так оказаться, но это реже. Обычно это называется обознатушки-перепрятушки, да. То есть мозг, например, так условно, по 20 признакам запомнил некую ситуацию. А потом вот 10 признаков появились, и наш мозг так устроен, что он склонен забежать вперёд и сказать, ага, я догадался. Да, потому что с точки зрения поведения реагировать как можно раньше – это хорошо. Если вы увидели в листве намёк на банан, то надо бежать, потому что другие обезьяны-то рядом, да, и если вы будете тормозить, то останетесь без обеда. Вот это называется у психологов там узнавание гештальтов, да, то есть забежим вперёд. Чуть раньше иногда ошибёмся, но так иногда и первым прибежим. Вот оно дежавёд получается. И получается, что, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я так вот обычно это трактую, и вроде психологи так в основном соглашаются, что когда появляется слишком большое сходство с какой-то ситуацией, наш мозг может это сделать. Есть ещё одна как бы тонкая история – это про сны. Потому что когда мы спим, как известно, примерно, ну, четверть или там 20% времени мы тратим на так называемый парадоксальный сон. Это фаза сновидений, когда основная идёт работа с накопленной информацией. То есть во время сна у нас есть состояние вот прямо физиологического отдыха, когда нервные клетки там восстанавливают запас энергии, там, ну, в общем, отдыхают. И есть вот эти 20% времени, когда, отключившись от окружающего мира, мозг перелопачивает всё, что он накопил за прошлый день, за прошлую неделю, за всю прошлую жизнь пароль. Это какая-то вот такая вот уборка. Да, сегодня у нас санитарный день. Да, я поняла. У нас в библиотеке санитарный день. Только этот санитарный день у нас случается каждую ночь. Очень чётко показано, что, например, если был насыщенный день, то тогда эта фаза длиннее, больше накопилась. У детей это длиннее, чем у взрослых, потому что для них мир новее. Так вот, когда это всё перелопачивается, мы видим сны. И ещё, опять же, с 19 века идёт эта фраза, что сны – это небывалые комбинации, бывалых впечатлений. Это сеченовская фраза. То есть тасует карты мозг. Да, этим профессионально занимаются, например, писатели, или журналисты даже, придумывая что-то такое, какие-то там эти самые истории. Так вот, наш мозг делает это каждую ночь. И некоторые люди это помнят, прям вот совсем помнят. То есть, вот я, например, не помню почти сны. Да, я тоже перестала вспомнить. Обычный человек помнит сны не вот те, которые во время парадоксальной фазы, а в основном на просыпании. Это немножко другие сны, они такие лёгонькие. Но парадоксальная фаза есть у всех, и все эти сны есть у всех. Но помнит примерно каждый 20-й. Я обычно, когда лекцию читаю, и в аудитории сидит хотя бы человек 30-40, я спрашиваю, кто-нибудь видит? И вот обязательно один-два человека поднимают и говорят, да, я вижу каждый день, у меня сериалы, да, я как бы жду. Это у меня буквально вторая жизнь во сне. И вот эти комбинации, они, хотя и порой мы не помним на сознательном уровне, они могут там где-то в глубинах сидеть. И опять же, это может быть эффект дежавю. То есть вы это могли видеть во сне. Причём во сне это скомбинировалось просто из-за того, что вот вы потрясли коробочку. Да, тусовали, дали кости бросили. Вячеслав Ольгирович, а вот вы сейчас говорили о том, что вот мозг отдыхает ночью. И у меня был вопрос, мышцы мы можем массировать, да, там, ну, я не знаю, кости там, кальциевный питатель, я не знаю. Можно ли массировать мозг? Да, вот какой-то спа для мозга, это сон, вот этот отдых? Или он же всю жизнь трудится так? Нет, ну сон, это отдых, конечно. Это вот именно тот самый массаж, да, такое расслабление. Все же спят, да, там рыбы уже спят. Вот, кстати, парадоксальный сон появляется только тогда, когда появляется серьёзная память. Судя по всему, ну, его, конечно, видят все птицы млекопитающие. Смы видят, да? Ну да, конечно, ну что, собака. Я видела, когда собака бежит во сне. Ну вот, да, да. Собака для меня такое умное существо, а какая-нибудь там, я даже не знаю, хомяк видит, он же позвоночный. Наверняка видит. Конечно, у хомяков очень сложные порой. У них же сложные траектории для сбора всякой там еды, да, то есть у них сложные территориальные отношения. Это мой кустик, это его кустик, да, то есть хомяки делят территорию. Детёнших своих живут. У хомячихи свои территории. Вот, потом есть прекрасная работа про развитие центров памяти. Вот если хомяк жене не изменяет, да, то, соответственно, у него не очень большие центры памяти. А если, соответственно, он заходит ещё и к другим хомячихам в норке, у него развивается структура, которая называется гиппокамп, пространственная память, она более выражена. То есть у тех видов грызунов, там, всяких хомяков, полёвок, да, которые моногамные, у них гиппокамп поменьше. А у полигамных побольше. Он должен помнить, где его норка, где чужина. Они умнее моногамных мужей-хомяков? Они лучше траекторию движения помнят. Ну, значит, умнее. Нет, ну, если вы ум будете по этому критерию мерить. На самом деле, вот когда у человека меряют IQ, там же очень много тестов туда входит. Один из них – это умение ориентироваться в пространстве. А вообще, какая самая большая проблема в изучении памяти позвоночных, вот с которой учёные сталкиваются? Ну, наверное, её сложность, сложность нейрональной основы. Потому что вот у человека, я уже сказал, 90 миллиардов нейронов, но даже если мы возьмём, там, не знаю, мышку, да, то там будет, ну, порядка 100 миллионов. Даже если мы возьмём маленькую рыбку, Даню Эрерио, такие маленькие полосатые рыбки, заброфиши. Сейчас они основная такая модель. Там миллион нервных клеток. Это сложно. И поэтому память наиболее успешно изучается на совсем простых нервных системах. Так называется, simple, да, простые нервные системы. Например, прекрасная модель – это виноградная улитка. Она не уползёт как минимум. Ну да, но там, поскольку совсем другой мозг, он сделан не как вот такой большой процессор, а ганглионарный, то есть десяток отдельно работающих процессоров, вот, и нейроны крупные, и до них легче добраться, там же нет черепа, да, она же мягкая. Вот на виноградной улитке как раз очень удобно изучать. А вот... И, то есть основная проблема – сложность. Дальше, вот эти информационные каналы, они ещё у нас возникают по разным траекториям, понимаете? Вот как в интернете вы можете, ну, там, звоночек и слюна запустилась. То есть пункт А известен, звонок, пункт Б назначение известен. А как пройдёт через эту нейросеть сигнал? А оказывается, проходит жутко индивидуально. У Васи так, у Пети так, да. То есть пути сигнала неисповедимы. Неисповедимы, потому что нейросеть всё время меняется, и у одного человека или у одной собаки в этот момент обучения было одно состояние нейросети, и у другое другое. Это всё равно, что вы письмо посылаете со своего компьютера на другой компьютер, через какие он там серверы пройдёт, какие там спецслужбы его прочитают. Так кто же его знает. Вот, а вот у улитки там всё просто. У неё там 3-4 нейрона, и мы прямо видим, сработал номер 96, а потом номер 208, а потом 2000. И что вам это даёт в плане изучения пожития? Вы можете увидеть, как, собственно, формируется этот новый канал для передачи информации. Потому что для того, чтобы он сформировался, нужно, чтобы изменились контакты между нервными клетками. На самом деле у нас в мозге всё соединено со всем, как в интернете. И мы можем письмо из пункта А послать в пункт Б. Но важно, чтобы возникла эта траектория. Это сравнивают ещё, ну, опять же, с этой тропинкой в лесу, или, например, с колеёй. То есть по колее несколько раз машина проехала по дороге, колея стала глубокой, и вот теперь мы начинаем по-настоящему здорово помнить. И механизмы памяти, механизмы, это на самом деле механизмы усиления контактов между нервными клетками. Контакты называются синапсы, а весь этот процесс называется синаптическая пластичность. И вот изучение синаптической пластичности – это, собственно, и есть изучение механизмов памяти. Если мы понимаем, как это усилить, ослабить, мы уже можем влиять на память. Я сейчас об этом спрошу обязательно, только меня мучает вопрос. А почему тогда вот вы про колею эту говорите, да, и сказали, сколько там миллионов у Данио Реррио? А почему у них память у рыб 5 секунд, говорят, или это миф? Ну, у рыб, собственно, с долговременной памятью вообще не очень. То есть способ возникновения колеи на самом деле бывает разный. То есть вот эта самая синаптическая пластичность, там есть несколько категорий процессов. И одни из них позволяют сохранить память всего несколько секунд или минут. Другие, скажем, несколько часов. Третьи – несколько дней, недель, там, не знаю, месяцев. И есть, наконец, варианты явного такого пожизненного сохранения. Все это разные на биохимическом и даже иногда на генном уровне изменения прочности контактов между нервными клетками. И у рыб, собственно, ведь все начинается с очень небольших модификаций, кратковременных. Вот, ну, скажем, там, ага, воздействует на вас какой-то сигнал. Ну, например… Постучал по аквариуму? Ну, да, вот, например, стучал. Вот вы сидите, например, дома, да, из, там, не знаю, крана капает вода. И вы вдруг это капы не услышали. Она, может, там уже две недели капает. Но вот именно здесь и сейчас, скажем, наконец-то вы выключили телевизор, ребенок молчит, да, тишина, вы расслабились. И вдруг это повторное кап-кап-кап, оно дошло до ваших нейросетей. И теперь вы уже побежали реагировать там, не знаю. Как-то с памятью-то связано. А как? Так, а это простейший способ возникновения вот этого самого нового канала для передачи информации. Мы называем это суммация. Когда исходный незначимый сигнал не действовал, но если он повторно действует, то все-таки стоит на него обратить внимание. И наша центральная нейросистема обратит внимание. Обратить внимание и отреагировать. Пусть он слабенький, но раз он действует, что-то здесь не так. Вот подобного рода модификации, они сохраняются всего несколько минут. И вот они, например, уже у Дани Аурерио есть. Ну, не знаю, вам сказали, что запись будет в комнате номер, не знаю, там 496. Вот вы идете и повторяете про себя 496. А потом тоже забыли. Это вы повторно капаете. Тут вам звонит продюсер, вы с ним несколько минут поговорили, обращаетесь к мозгу. В какой аудитории, да? А мозг говорит, а я не помню. Я хотела об этом спросить, просто сейчас время у нас закончилось. А в следующей части обязательно поинтересуюсь, зачем нам тогда это? Доктор биологических наук, профессор Вячеслав Дубынин. Не потеряйтесь, уважаемые, впереди у нас самое интересное. Профессор Дубынин, доктор биологических наук. Говорим мы сегодня о памяти. И вот Вячеслав Альберыч говорит, что центральная нервная система – это один из видов памяти, я так понимаю, да? Она, наконец, среагировала на что-то, но мы это быстро забываем. Как еще это раз называется? На повторный слабый сигнал. Сумация называется. Сумация, да. Ну, не знаю, там вы, вам кажется, что у вас… А слово «сумма» какая-то называется. Да, да, когда повторно суммируется. Скажем, вам кажется, что вроде зуб заболел, дотронулись, не болит. Да, а зачем нам это, если мы это быстро очень забываем? А потому что, если какой-то стимул повторяется, на него стоит отреагировать, отреагировал и дальше пошел. Или записал уже в другой тип памяти, если нужно, да? Если там что-то серьезное, если вслед за этим возникла, например, какая-нибудь эмоция, тогда уже можно записать на следующий уровень, на этот самый гиппокамп, когда память сохранится несколько часов. А если эмоций еще больше, и это еще повторять серьезнее и серьезнее раз за разом, тогда уже можно переписать в настоящую долговременную память. Все завязано на эмоциях, вот все. А как же без этого? Нет-нет-нет, мне это очень нравится. Есть, на самом деле… Потому что я до этого интуитивно как-то дошла. Есть один вид памяти, причем очень серьезный, он называется импринтинг. Гинетическая? Обходится, нет, это не гинетическая, это вроде полироида. Щелк и вылезло, да? Вот, например, детеныш рождается, и он не знает, как выглядит его мама. Так. Щелк и записывает. Запомнил. Запах там или внешний вид. А почему не медсестра, которая его извлекла из мамы, стала его мамой в импринтинге? Ну, если, конечно, медсестра с ним будет возиться, тогда есть шанс, что он и медсестру… А, то есть это не мгновенный после рождения? Нет, не мгновенный. Сканирование. Это, ну, вообще у людей с этим вообще помягче, да? Слава богу, у нас не так вот все это самое. А вот у каких-нибудь, там, не знаю, птиц или там какие-то зебры копытные, да? Вот представьте себе, в том же самом стадии зебр или лошадей, там же много их, и надо очень быстро записать, ну, прежде всего, запах своей собственной мамы, да? И это происходит в течение нескольких часов. То есть идет запечатление, запоминание, это называется импринтинг. Вот, и там такой явно выраженной эмоции нет. Но есть строгое окошко, что называется, период антогенеза, да? То есть в определенный момент жизни это случается. Скажем, мама, та же самая зебра или лошадь или там лосиха, запоминает запах детеныша в течение нескольких часов, а детеныш – запах матери. Почему запах? Потому что у млекопитающих индивидуальный запах. Ну, да. Индивидуальный запах. Это самое надежное. А у зебры еще и полоски запоминают. У них полоски. Вот, получается, это вариант импринтинга. Да, это импринтинг. И там особая эмоция даже и не играет. И с импринтингом много разных историй. Ну, например, там лосось запоминает вкус того ручейка, в котором он родился. Я в жизни не догадывала, что лосось – это рыбы пьют. Ну, кстати, мы же о рыбах спрашиваем. Вот лосось – это же не Даня Уррио, да? Не Даня. По мне будет. Серьезный. Хотя, когда он малек, он ненамного больше Даня. То, как они идут на нерест, мне кажется, это шутка природы. Подумаешь, вот идиот. Что, на месте нельзя то же самое сделать? Нет, против течения куда-то там рисковать жизнью. Представляете, да? То есть получается, что вот эта память, которая с ним случилась 10 лет назад, вот он скатился в Охотское море, да, там плавал 10 лет, а потом по вкусу находит сначала эту речку, потом каждый поворот, и в конце концов мечет икру и помирает на том же самом месте, где родился, чтобы на его разрушающемся теле развелись всякие бактерии и червячки, которыми будут пытаться дети. Ну, понятно, что это круговорот. Какая судьба? Слава богу, у нас не так. Это поразительно. Нет, всё равно это поразительно. Я боюсь не успею, поэтому прямо сейчас это вопрос. Где у нас хранится? Что это за плёнка у нас какая-то магнитофонная? Что это за молекулы, где у нас хранятся эти файлы с памятью? А вот это вот вся вот эта нейросеть. То есть когда начинали это изучать, надеялись, надеялись, да, что есть что-то вроде молекул памяти. Как рассуждали? Наши гены записаны на ДНК. Наверное, наша индивидуальная память тоже на каких-то молекулах хранится. Может быть, на белковых молекулах, потому что они там жутко разнообразны. И, например, в середине XX века, в 60-е годы, заметили, что когда действительно память формируется, и там крыса, например, учится бегать по лабиринту, у неё каких-то белков в мозге становится больше. И решили, что вот они, белки памяти, ещё немножко откроем, сделаем таблетку, не знаю, испанский язык. Съел её так с утра раз, испанский язык в голове. Но дальше, лет так через 30-40, оказалось, что что бы мы ни запоминали, образуются одни и те же типы белковых молекул, которые отвечают за более интенсивную работу контактов между нейронами. И наша память – это вовсе не молекулы, а возникновение траектории передачи сигналов из пункта А в пункт Б. То есть это электрический импульс, который вы сейчас показали рукой? Я хочу это потрогать, понимаете, визуализировать. Это, по сути, тропинка, колея, где на каждом метре новая-новая нервная клетка. И вот вы идёте по этой колее, она длиной там условно 100 метров, 100 нейронов образовали эту цепочку, и на каждом метре контакт между ними, который благодаря запоминанию стал работать более эффективно. И на каждом метре вы подтверждаете, да, это значимая дорога, это значимая дорога, это значимая дорога, это значимая дорога, ага, значит, соответственно, зазвенел звонок, будем капать слюной. Вот. Поэтому это так сложно изучать, потому что это тончайшие изменения в плетении нервных клеток. Поэтому ситуация, когда там вставил какие-то электроды в голову и загнал знания, или наоборот, изулёг знания, вот до этой ситуации пока ещё очень далеко. Ну, как в матрице, да, так раз, и загрузил. Да, я всё понимаю. Вот до этого ещё чудовищно далеко, потому что тонкость организации нейросети, она настолько превышает пока наши технические возможности. Я сижу просто и размышляю на тему того, что, получается, где случилось, там и пригодилось. Я к тому, что... Вот я сейчас запоминаю то, что вы мне сказали, а в этот момент у меня формируются эти тропинки, и одна сформировалась слева, а другая справа. Это не важно, главное, что они сформировались. То есть не важно, где они поймали ваши слова. Там хватает ресурса. Важно, чтобы из пункта А приходило в пункт Б. А уж по какой траектории, если сформируются несколько тропинок, так будет надёжнее даже. Важно что? Важно, чтобы это шло на уровне, на фоне какой-то эмоции. Скажем, вам любопытно. Да. Или там, о, вас после этого покормили. А благодаря этому мы сбежали и ушли от опасности. То есть первое условие обучения, о котором, опять же, ещё Павлов писал, это всё должно быть значимо. Должно быть то, что он называл подкреплением, вот этим врождённо значимым сигналом. Он использовал еду или, например, какие-то мелкие неприятности. Поэтому одно запоминается лучше, а другое хуже. Когда я сажусь учить уроки, мне это запоминается хуже. Это только первое условие. То есть, ну, важнейшее, должна быть эмоция, на фоне которой вы учитесь. Вы либо получаете положительные эмоции, либо избегаете неприятностей. Отсюда говорят метод пряника, метод кнута. Первое условие. Второе условие, о нём тоже писал Павлов. С одного раза настоящая долговременная память, сложная, как правило, не формируется. По тропинке надо пройти несколько раз. Повторение мать учения. Повторение мать учения. Что-то очень простое, типа несуй пальцы в розетку или не трогай там чайник кипящий, может запомниться и с одного раза. Но это очень простая память. А вот что-то посложнее обязательно надо повторять. Иначе запишется только в кратковременные варианты. А сколько существует кратковременно? Как у нас студенты учатся. Ночь перед экзаменом. Да, у нас есть структура. Мы про неё сегодня несколько раз вспоминали. Гиппокамп. Она так отдельно от всей коры больших полушарий. Она у нас где? Она у нас там в глубине височных долей. Вот так вот. Не доберёшься. Да, у нас не доберёшься. Вот туда валится кратковременная память. Туда можно в ночь перед экзаменом загнать учебник, принести, вывалить на преподавателя. Потом вы ляжете спать, и все эти тропинки затрутся, а на следующую ночь ещё лучше. И через три ночи там вообще будет пустое место. Как раз можно грузить следующий. А правда говорят, что если ты учишь перед экзаменом, то всю ночь твой мозг работает и прогоняет эту информацию. Ну да, мы же только что про эти парадоксальности говорили. Лучше всего, конечно, чтобы не очень долго спать в ночь перед экзаменом. Вот вы загрузили, там два часа поспали для бодрости. Это не способ, к сожалению. Это способ сдать экзамен, но не способ по-настоящему научиться. Потому что думаем мы в итоге только тем, что попало в долговременную память. Вот. А если я загнала информацию в гиппокамп, в краткосрочку, я могу... Учёные придумали, как мне это перегнать в долгосрочку? Вот так? Повторами? Ну нет, подождите. Повторами на фоне эмоций. Вы мне пятёрку поставили. Дешёвого способа. За пятёрку мне родители миллион долларов дали. Вот она эмоция положительная. Она же уже не связана с этой информацией. Она связана с конечным результатом. А вам нужно по всем тропиночкам ещё раз пройти, ещё раз пройти. Вот я лекции, например, читаю. Первый раз читаешь лекцию какую-то новую. Вообще как в потёмках. Второй, третий, пятый раз появляется логика. Наизусть. Только начинаешь понимать. Десятый раз уже идёт легко, а на 50-й песня поётся сама. И уже можно эмоции добавлять, креатив какой-то. Ещё есть два условия. Поменьше, но Павлов о них писал. Если вы учитесь, то не должно быть сильных отвлекающих стимулов. То есть если вы собрались сдать экзамен, то выключите уже телевизор, и ненужные смски посылать каждый миг. И домашние пусть не подходят, и не спрашивают. Ну, может, тебе ещё макарончиков принести, что-то ты бледный. Ещё одно условие. Четвёртое. Павлов писал, мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии. Банально, но факт. Он не должен быть слишком выспавшийся, слишком, не знаю, там, голодный, слишком сонный, больной, не дай бог, с температурой. То есть нужно своим мозгом владеть так же, как другими инструментами. Да, мы тренируем мышцы, да, мы там думаем о том, чтобы не засунуть в желудок что-нибудь не то. И вот точно так же с мозгом. Информация должна быть качественной, и нужно осознанно с ней работать. Давайте. Одну секунду, скажите мне, память по наследству передаётся, хорошая или плохая? Нет, придётся. Но у нас есть замечательный механизм, называется зеркальные нейроны, который позволяет это сделать. По наследству нет, но можно смотреть, как это делает мама, и сделать так же. Так что будьте осторожны, не сделайте что-нибудь не то. Спасибо большое доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Дубин.